Девушки отдыхают Зачем? Он не сможет использовать генетический материал протасов. Ему нравится пробовать. Хм, не убивайте ее пока. Возможно, я смогу найти ей применение. Моя королева, теперь в своих покоях ты можешь изменить набор активных способностей. Всем хайка, друзья, с вами как всегда я. И мы продолжаем. Лассара, здравствуй. Что вы здесь делаете? Изучаем луну. Пытаемся выяснить, можно ли изменить скорость ее вращения и улучшить климат. Понимаешь, мы обычные колонисты. А ты убиваешь нас. Если я оставлю вас в живых, вы тут же призовете золотую армаду, и тогда мне конец. Убить тысячи, чтобы спастись самой? Это твое оправдание. Я не пытаюсь найти оправдание. Здесь нет правых и виноватых. До этого протасы убили миллиарды зергов. У всех нас руки в крови. Может, мои по локоть, а твои по запястье. Но все равно мы обе убийцы. Ну, Стас. Иша, скажи мне что-нибудь интересненькое или новенькое. Хорошо ли проходит охота, моя королева? Слишком много крови. Протасы убили бы тебя, если бы у них была возможность. Они не зерги, а это означает, что они враги. Все так просто. Для зергов, да. Чтобы моя королева не потеряла, она приобрела важную вещь. Чистоту эссенции. Ты – воплощенная воля зергов. О, ну, ну, как оказывается. Стая на фаш снова стала частью роя. Когда протасы напали, на фаш вернулась на подготовленную позицию в пустошах. Протасы отправились за ней. Она была умной, осторожной и упорной. Но она сделала одну ошибку – сбежала. Это да. Ладно. Керриган? Это твои персональные покои. Здесь можно изменить нейронные пути и подготовиться к битве. С ростом силы перед тобой будут открываться новые, более мощные способности. Их набор может быть изменен в любой момент. Хорошо, я думаю, что мы возьмем цепную реакцию и кинетический удар, скорее всего. Возможно, потом мы изменим на максимальный запас здоровья Керриган, чтобы увеличить его. И скорость восстановления здоровья. Блин. Ну... Ну тут такое, на самом деле. Ладно. Мутация в надзирателе происходит мгновенно. Надзиратель обеспечивает 50% больше припасов. Так, после гибели зерлинги возрождаются в главном инкубаторе без затрат ресурсов. Раз в 30 секунд. Может возродиться до 10 зерлингов, пока все убитые зерлинги не возродятся. Урашеньки! Вы представляете, как круто возрождение зерлингов? Я думаю, на самом деле мы улучшение надзирательное прокачаем, потому что это важнее все-таки. Ладенько. Давайте назад. У нее здоровье плюс 100. Восьмой уровень будет, когда... И урон плюс 2. Пока что у нас урон 22, здоровье 400 и энергии 200. А брони вообще ноль. Потому что, блин, это голая... Ну, ладно. Одетая в одежду, без брони. Сара Керриган. Вот. Итак, друг Абатур. Ну вот, у нас доступна таракана мутация, и мы посмотрим разговор с Абатуром. Что это за звуки? Неудачные эксперименты. Переработка в биомассу. Медленный процесс. Мог бы сначала убить их, чтобы прервать их мучения? Напрасные усилия. Существа скоро погибнут. Боль не имеет значения. Абатур. Когда ты говоришь подобные вещи, я почти вспоминаю кое-что о тебе. И чувствую... Злость. Злость. Результат воздействия адреналина. Реакция на угрозу. Я не представляю угрозы. Злость напрасна. Не тебе это решать. Ну, в принципе-то да. Итак, таракашечки. Иодоводородная кислота. Таракан дополнительно наносит 8 единиц урона легким боевым единицам, или на 50 больше урона. Адаптивный панцирь. Плюс 3 к броне, если запас здоровья падает ниже 50%. И... Когти земли рои. Таракан может передвигаться с обычной скоростью в закопанном состоянии. В этом состоянии скорость восстановления здоровья повышается на 100%. Блин. На самом деле, вот эта вот штука самая, наверное, полезная. Давайте я вам прочитаю. Можно улучшить характеристики таракана. Провести несколько важных мутаций. Развить когти земли рои. Дыхальца вдоль всего панциря. Таракан сможет передвигаться в закопанном состоянии, извлекать из почвы дополнительные питательные вещества. Двойное стратегическое преимущество. Либо панцирь таракана рационален. Улучшение затруднительно. Требуется полная переработка. Альтернативная конструкция. Можно использовать модульную конструкцию пластин для обеспечения защиты тараканов. При получении урона адаптивные пластины таракана будут реагировать на кровотечение. Будут уплотняться. Позволят таракану выжить. Едкая слюна таракана по составу идентична слюне зонтарского слизня. Высококоррозийное вещество. Это ж надо так прочитать. Возможны изменения химического состава. Устойчивая мутация мембрана желчных потоков. Переработка йодоводородной кислоты. При контакте вещество будет разъедать ткань, плоть, кость. Уничтожать слабо защищенные ткани. Так, ну смотрите, давайте... Давайте мы, наверное, все-таки сделаем вот эту хрень, потому что нам понадобится все-таки, чтобы они наносили больше урона. Либо сделаем когти землерои. В чем суть когтей землероев? Мы можем периодически закапываться. И отхиливаться. Ну, вот вы видите, то есть они довольно шустро отхиливаются. Наверное, давайте на когтях пока остановимся. Хотя навряд ли я буду пользоваться этой фигней, честно говоря. Ну, потому что... Не, умение очень полезное. Очень прям полезное, но зная себя... Протасы все еще пытаются предупредить Шакурос о том, что мы здесь. Они готовятся запустить челноки на Шакурос через канал искривления. Я, короче говоря, не микрю. Поэтому дело такое. Ладно, ударная единица дальнего боя атакует наземные воздушные цели. Я обожаю гидролисков. Это, наверное, одна из самых топовых... Один из самых топовых юнитов у зергов, если не считать слабости против колоссов-протосов. Ну, и против всех, если они успевают к ним подойти. Вот. А так это очень крутой юнит. Ладно, начать задание. Протасы готовят челноки к запуску. Канал искривления. Но куда же он ведет? Я чувствую миллионы протасских разумов. Это Шакурос. Если хотя бы один челнок пройдет через канал, то на Шакуросе узнают о том, что мы здесь. Значит, нам нужно разрушить канал? Нет, на Шакуросе это заметят. Единственный выход — сбивать челноки протасов. Гидролиски на фаж. Аббатур, ассимилируй их эссенцию. Гидролиск воссоздан. Возможно, мутация из личинки. Мне нужно больше гидролисков, чтобы уничтожить челноки. Замечательно. С этого момента мы можем создавать гидру. Мы можем строить только на свете. Да-да-да, я помню. Так, квин у нас нету, да? Нам нужно больше минералов. Ладно. Нам нужно больше минералов. Будем добывать. Рой жаждет крови. Моя королева, протасы запустили челнок. Он направляется к каналу искривления. Какой сюрприз? Что ж, нужно сбивать его. У нас нет выбора. Давайте, короче, гадить. Потому что чем больше я буду гадить, тем лучше. Так как у меня будет возможность поставить вот к этим... Как они называются-то? К порталам, короче говоря. Ну, каналы искривления. У меня будет возможность к ним поставить пушки. Которые будут все сбивать дело. Вот. Сделать вот так, например. Продолжаем пока разгаживать. Давайте сделаем на пятерочку. Построим трех надзирателей. Ладно. Тебя никто не спрашивал. Спасибо за совет. Надеюсь, все будет хорошо. Сколько челноков? Челнок один, в принципе, должны справиться. Тем более, учитывая, что у нас здесь есть ползучий спрайк. Ползучие спрайки бьют довольно жестко. Давайте проверим мою идеальную теорию. Челнок протасов достиг канала искривления. Его надо уничтожить, пока он не покинул систему. Да, все идеально. Все круто работает. Уничтожили мне здесь мою... Ладно. Давайте заберем здесь зерга, вернемся назад. Здесь, к сожалению, не будет... Папапапапам. Здесь не будет возможности улучшать... Некоторых винтов. Ладно. Атакуйте улей! Наши челноки должны прорваться! Эта планета станет вашей ледяной могилой. Ой-ой-ой-ой. Че ж ты его не залечила-то мелкая? Ладненько. Ну сама себя она лечить точно не может. Моя королева. Протасы занимались сбором биологических образцов. Они хранятся в этих стазисных камерах. Если получится, мы уничтожим эти камеры и получим биомассу. Где? В каких камерах-то? А-а-а-а... Вот в этих. Это да! Это да! Протасы запустили еще один челнок. Его сопровождают боевые корабли. Ты нас не остановишь, Керрига! Да я вроде пока еще и не пытался. Рой жаждет крови. Так, благо они пока лезут именно вот сюда вот. Так что здесь вроде как все еще более-менее нормально. Так, успеет слизь распространиться. Все замечательно. Ну и сюда же сейчас подойдем. Излечим нашу куину немножечко. Сюда, я думаю, сделаем... Отложим нашу личинку. Сейчас мы только отобьем корабль и начнем уже... Полномасштабное наступление! Как страшно это прозвучало, да? Так. На самом деле ждем пока у нас будет соточка. Вот они здесь собрались. И... Ну вот с одной стороны... Ну ладно. Я думаю, что мы сейчас что-нибудь сделаем. Покончим с этим. У нас мало времени. Тревога! Еще один челнок достиг канала искреблений. Да. Рой не знает усталости. Это была правильная идея с моей стороны. Наши войска атакованы. Я слушаю. Вопу-вопу-вопу-вопу-вопу. Что теперь? Протасы собирают силы для атаки на наш улей. Мой мир атакует улей. Покончим с этим. Как мы малявки. Злые. Злые-злые малявки. Как вам не стыдно? Короче, сейчас мы... Атакует улей. Сейчас мы с вами... Повеселимся, ребята. Что нам еще здесь сделать-то, правильно? Давайте наступательная война. Так, надо было все-таки в кислоту ставить. Протасы снова запустили челнок. Он движется в неизвестном направлении. Они открывают другие каналы. Я чувствую еще как минимум два. Много биомассы. Хорошо. Можно использовать для улучшения роя. Так, окей. Он движется как раз туда, куда мне сейчас надо. Так, допустим, вот сюда ты мне тоже поставишь. Пошел. Невыполнимая команда. Пока стоим здесь. Папапапам. Примерно вот так. Сейчас надо будет... Добивать ребят, я думаю. Ну, благо Керриган сразу по всем бьет. Плюс у нас довольно много зерлингов. Довольно все четенько. Это мой мир. Вперед. Шикарненько. Так, мне нужно больше квин. Потому что квины это жизнь моего роя. Так. Я слушаю тебя. Говори скорее, тебя никто не... Выкладывай. Что теперь? Теперь этот улей принадлежит рою. Замечательно. Вот так и вот так, да? Давайте опять же на Керриган сделаем. Так, здесь мы улучшение сделали. Давайте броню сейчас улучшим и потом... урончик. Урончик. Здесь тоже надо что-нибудь... Я иду. Говори скорее. Что-нибудь сделать. Что теперь? Выкладывай. Все, нули ушел. Рой не знает, устало мне. Надо продвигаться. Просто я не знаю, куда они сейчас пойдут. И это меня, честно говоря, немножко напрягает. Так, пробую вот сюда вот пробежаться. Рой жаждет крови. Рой не знает усталости. Здесь, ребята, дохавы вроде. Покончим с этим. Это мой мир. Вперед. Тебя никто не спрашивал. Я иду. У нас мало времени. Я сокрушу любые прикрыты. О-о-о-о-о-о. Выкладывай. Покончим с этим. Что теперь? Это мой мир. Они пожалеют об этом. Рой жаждет крови. Так, ладно. Я... я слушаю. Окей, допустим. Чего никто не спрашивал? Так, сюда, сюда, сюда. Хорошо. Атакованный. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Этому... Мы можем строить только на связи. Ребят, давайте почистим. Мы что-то подохренели. Говори скорее. Говори скорее. Да. Так, хорошо. Хорошо. Здесь мы разрылись. Вот сюда попробуем. Вроде жив-здоров. Давайте вот сюда. Рой жаждет крови. Рой жаждет крови. Что здесь? Атакованный. Я сокрушу любые преграды. Так, хорош. Продолжаем развивать наш Рой. Так, нам нужно наверх. Вот сюда вот. Замечательно. Рой жаждет крови. Покончим с этим. А вот эта вот проблема? Или нет? Не знаю. Я сокрушу любые преграды. Рой не знает усталости. Выкладывай. Теперь они запускают по два челнока. Упрямые глупцы. Рой жаждет крови. Так, пока добивают. Все нормально. Я сокрушу любые преграды. Мне надо просто понять, где они сейчас будут запускаться и куда мне идти. Ага. Здесь, допустим, еще справится. Плюс я сейчас построю еще в две сборки. Здесь тоже. Так, должно. Должно все быть окей. Так, вот думаю, спорки ли успеют ли? Блин. Могут ведь не успеть. Челнок вот-вот совершит пространственный скачок. Его надо уничтожить. Атакует улиц. Пленных не брать. Да? Я сокрушу любые преграды. Так, нормуль. Ладно. Керри, живи. Тебя никто не спрашивал. Покончим. Так, и вот так. Ох вы же, мрази такие. Бежим! 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 Просто бежим! Так, раз, два, три. Мне нужно... Раз, два. Ну, хотя бы. Стали могут быть свободны. Так, здесь я все улучшил. Мне, в принципе, здесь больше улучшать нечего. Что теперь? Так, нужно будет сейчас идти вот сюда вот и... Тебя никто не спрашивал. Выяснять, что же я здесь могу сделать. Процессы запускают новые челноки. Ох, ох, ох. Так, а куда они запустятся? Ага, ну я вижу точку, в принципе, где их можно перехватить. Быстро, главное сейчас вот эту хрень уничтожить. Все. Бежим вот сюда. Бежим, 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 бежим. Бежим. Выкладывай. Рой жаждет крови. Весперновый кейсер и сяк. Рой не знает усталости. Отлично. Погонщим с этим. Шикарненько. Так, ждем вот здесь. И атакуем. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Погонщим с этим. Шикарно. Рой не знает усталости. Я доволен. Наши войска. Мороком атакует улей. Вперед, я слушаю тебя. В принципе-то я доволен. Всему ли мы закопались. И только тараканочки могут передвигаться. Но благо тараканов мы не покупаем, потому что я не вижу в этом особого смысла. Месторождение минералов выработано. Так, я думаю, вот так вот сделать. Тебя никто не спрашивал. Мрак атакует улей. Так, вот сюда вот, да, все-таки надо? Я иду. Месторождение минералов. Так, нет. Б, А. Вот так вот хотя бы. На тот случай, если я что-нибудь криво сделаю, месторождение минералов выработано. У нас мало времени. Так, где у нас народу больше? Вот сюда вот. Раз и два еще. Можно, в принципе, пилить. Что здесь они только строятся. С другой стороны, здесь можно да впилить еще. Выкладывай. Я чувствую псионную матрицу против. Твои войска приближаются к к нашей базе. Вот сейчас вот может быть больно. Я иду. Вот это может быть больно. Это мой мир. Атакует университет. Тревога. Еще один челнок достиг канала искривления. Они их, по идее, быстро довольно убьют. Вот то, что ребята зачищают мои точки, мне это не нравится. Ну, этому челноку точно конец. Рой не знает усталости. Ребят. Я иду. Говори скорее. Вперед. У нас мало времени. Враг. Так, ну на кого-то здесь. О, бедяги. Они их просто сожрали. Протосы запустили три челнока одновременно. Они движутся к одному каналу искривления. Протосы запустили материнский корабль. Должно быть с его помощью они хотят скрыть челноки. Ну, значит, убьем сначала материнский корабль. Все силы на защиту центрального канала. Сбить их корабли. Вообще не проблема. Вообще, вот вообще ни разу. Весперновый гейзер иссяк. Так. Тебя никто не спрашивал. Ну, здесь в материнском корабле нету, поэтому в принципе быстренько справимся. Оп. Отходим, отходим, отходишь. и дружалка, конечно, но... Челнок долетел до канала. Немедленно уничтожить. Покончим с этим. Да. Сейчас быстренько челнок уберем. Друг не знает усталости. Теперь можно на материнский корабль вливаться. Это последний. Теперь каналы искривления им не помогут. Мы справились. Протасы больше не представляют угрозы. Я поверю в это только когда все они будут мертвы. Изи бин! Разморожено диких зергов. Разрушите два процесса кинексуса при выполнении задания перехват на уровне боец. Дайте процесс к манчелноку начать пространственный прыжок при выполнении задания перехват и выполните задание перехват в компании. Да ладно. Короче, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока, надеюсь вам понравилось, увидимся в следующей серии. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.